Привет, мои дорогие зрители и подписчики! Я давно не снимала вам длинных роликов. Вот сегодня все-таки решила снять, рассказать, показать, что происходит у нас в хозяйстве. Поэтому пойдемте со мной. Наша Джессика жрит, толстеет, никак не хочет покрываться. Приходит в охоту очень слабо. Вернее, мы не можем поймать охоту никак. Так, видимо, ее уже после того, как она прошла. Убавили ей совсем, урезали еду. Даем на донышки. Она полуголодная, но все равно в загул мы не идем. Но это не твое. Ты будешь молоко пить? Ты что, с ума сошла? Жейся! Жейся! Зато стала такая плащеная, красивая коровка. Но надеемся, что все-таки пришла весна. И охота проявится ярче. И мы ее осеменим. В нашем хозяйстве появились козлята. У нас было два охота. Родила нерабель, пацанчика и деваху. И родила британия, тоже мальчишку и девчонку. Двух козлят я продала, а двое у меня еще остались. Ах ты, мамашка, брысь! Козочка хоть и сидит с мамочкой, но все равно пьет из бутылочки. Куколка, кукла, кукла, иди сюда. Куклешка, иди. Ах ты нынче у нас прошли вообще идеально. Без всякой моей помощи. Козлята крепкие, здоровые, классные. Вот эти жоркие, красивые. Да, моя кукла? Куры что-то у нас в хозяйстве стали халтурить. Добавляем, добавляем всякие витаминки. А они все равно не хотят нестись. Кормила комбикормом, который продают в магазинах. Бесполезное дело. Теперь решила экономить на них. Перемешивать отходы с дробленкой. Можно было бы предположить, что куры у меня не несутся. Потому что все старые. Но нет. Здесь у меня есть молотки. И в том отделении тоже есть молотки. Но вот категорически отказываются нести яйца. А скоро Пасха. Ой, Бриню забыли. Бриня, выходи. Бриня у нас идет Дайиса. Ее маленькая дочка, Куколка. Уже прекрасно умеет кушать. Вот так вот малявочка кушает. Покажи, Ян, как кушать малявочка. Я сейчас подаю Бриньку Британию и покажу вам нашего бычка Джерси, как он подрос. Доим нашу Бриньку. Лерабелку я не даю, потому что под ней козлик. Он очень хорошо из нее сам все выедает. А дочка Бриньечки. А нас бутылочки кушает. Бриня ее не кормит. Хотя живут они вместе. И еще и корица с ними. По соседству. Вернее, не по соседству, а прямо в одном загончике. Улыбайся. 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 Козел у нас так и улыбается. У нас очень улыбательный. Давай. Бу-бу-бу-бу. Улыбайся. Улыбайся. Давай. Вот так вот он стал папой козлом. Гордый козел. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Улыбайся. Улыбайся скорее. Улыбочку. Улыбочку. Так лучше. Улыбочку быстро делай. Ты мой шладкий улыбку делай. Улыбку делай. Наша Мирабелка. У ней первый окот. Она стала мамочкой. Девочку уже продана от Белочки. А парнишка еще дома. Вот такой большой. Толстый мальчик. Куда лезешь? Наверх. Продается мальчишка. Красавец. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Крутьверть. Вот такая лапочка. Такая лапочка. Такие ушки. Красивюшки. Ушки-красивюшки. Вот наш бычок. Джерсийской породы. Такое впечатление, что он растет у нас только вширь. Ввысь как-то не очень. Широкий, но масенький наш сиреневый язык. В очередной раз у нас кончается сено. Посмотрите, друзья, был целый сарай. Осталось два тючка здесь. Один тючок здесь. И еще один большой тюк у нас. Лежит такой неприкосновенный запас под навесом. Ой, честно говоря, я уже устала покупать сено. Сколько денег я вложила нынче. Это просто что-то с чем-то. Поэтому летом я решила продать, наверное, большую часть коз. Ну, половину точно. Я понимаю, что это невыгодно. Так скажем, наигралось. Больше не хочу. Хочу все-таки, чтобы козы, коровы и вся остальная скотина приносила прибыль. А не так, как у меня. Может, у кого-то есть возможность выпаса. Покупать зерновые дешевле. Но у меня получается очень-очень дорогое содержание. Поэтому мне это никак не выгодно. Ну и плюс, конечно, уже здоровье не то, возраст не тот. Поэтому придется прощаться с моими любимками. В ближайшее время мы ожидаем два окота. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Конечно же, все родившиеся козлятки будут продаваться. Возможно, вместе с мамками. Вроде вкратце рассказала вам все наши новости. Спасибо за просмотры. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok